Место проведения семинара «Подростки-29» было выбрано не случайно. Коряжма – лидер по работе в сфере молодежной политики в регионе. Здесь сохранены клубы по месту жительства, работает молодежный центр. Как результат участия в программах различного уровня и помощь градообразующего предприятия благоустраиваются городские пространства, где учитываются интересы подрастающего поколения. Уделяется внимание спорту. В скором времени здесь будет построен Ледовый дворец. Тем не менее, проблемы есть и здесь. У нас на персонифицированном учете, это дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, состоит 171 подросток. Есть у нас, конечно же, и семьи, которые находятся и в группе риска, и в социально опасном положении. У нас, значит, 59 семей. Это в группе риска находится под контролем. В них 118 детей проживает. Показатель снижается. Мы динамику тоже мониторим. Уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Елена Молчанова, выступая на семинаре, отдельно подчеркивает, если подросток не попадает на учет в ПДН, это не значит, что проблем у него нет. Стрессовые ситуации, связанные с обучением в школе, в том числе буллинг, проблемы самоопределения. Чтобы узнать, что конкретно волнует юные умы, было проведено социологическое исследование. Его результаты огласили на федеральном форуме подросток 360. Основные претензии, высказанные тинейджерами, касаются сферы образования. Хотя вроде бы здесь есть вот такая цифра, что большинство подростков позитивно ощущает себя в школе 75, да? Для нас всегда, когда мы говорим о качестве образования всеобщего, вроде бы 75 – это хорошая цифра. Но вдумайтесь, в 25 как бы процентов, которые не подтверждают так. Мы просто прикинули это по нашей численности. Вот 25% – это почти 31,5 тысяча подростков в Архангельской области. Это огромная армия. Я всегда люблю переводить на количество школ. Если мы возьмем школу, так вот, в среднем 500-600 человек, то это почти 57 больших школ. Представляете, которые вообще не ощущают никакой радости от образования, от обучения в школе. Переломить эту тенденцию могут новые формы обучения. Как пример, 105-я школа в Котласе, где эти методы уже внедряются. Еще один способ сделать жизнь подрастающего поколения ярче – дать им возможность для развития. Речь в том числе идет о создании новых пространств и центров, где они могут реализовать себя. Запрос на это есть. Появление таких центров в регионе не за горами. Ведь один из выводов упомянутого исследования заключается как раз в том, что для оказания подросткам эффективной помощи необходимо не только взаимодействие родителей, педагогов, специалистов, самих подростков, но и государственной политики в целом.